В заключении мне хотелось бы дать ряд комментариев по проблемам теории, которые, к сожалению, почти не затрагивались в передачах российского телевидения, в том числе по чуду техники, потому что, видимо, авторы неплохо компьютерные в этой области. Я хотел бы сказать, что мы в этой области работаем очень давно. Вот теоретические аспекты совместно с дизиками и биотизиками. И постепенно родилась школа биотизики казахстанская, которая как раз работает в области теории новой биотизики, которая отслеживает именно то состояние жизни, которое является особенным состоянием. Все вы помните, допустим, выражение Энгельса. Что такое жизненный ответ? Жизненный способ существования белковых тел. То есть, молекулярный принцип был в XIX веке. Все отверлили об этом, биохимики отверлили, что вот скоро будет создана искусственная жизнь. Вот выступали, соответственно, люди очень компетентные в этом плане. Но! Это же не верно с точки зрения теории. Я уж не буду критиковать наших, так сказать, критиков, в этом и критиках, двух кто бы говорили о том, что они не понимают, что такое гидроплазма, они думают, что это какой-то лженаучный термин и так далее. Я не хочу это даже комментировать, потому что мало ли какие ошибки допускают все или иные ученые. Ну, я бы хотел все-таки остановиться на проблеме теории, биофизической особенно, да, и физической тоже. Почему? Потому что, да, современность наша, это вот эти последние десять-пять лет очень больно идет поникновение в новые области. Пространства, времени и энергии. Вот. Поэтому, когда мы говорим, там, о пирамидах, я говорю, а почему пирамиды? Да потому что это речь была о возможности, так сказать, стабилизации по странам, еще с того времена, с древнего Египта и более Дании. Это и Америка западная, то есть западная Балушария, это и Америка, в том числе южная и латинская. Все это пирамиды. Ну, не было теории. Пространство теории не было как таковой, хотя она более была заморозна сильнее. По времени, вообще, тупик, как Эммануэл Канн, знаменитый философ немецкий, говорил, потому что это имманентная лична, которая не подлежит анализу вообще никакому. Ну, это не совсем, да, человеческий ум все-таки шел вперед. И мы сейчас можем сказать, что живое – это особое таймогеномическое состояние. Все думают, что это не нужно нам только придумать. Да не я только придумал. Нам нельзя говорить, да, вы показываете свою некомпетентность, вы не читаете даже ту литературу, которая есть у нас, была в общей стране, в СССР, сейчас есть в Российском Союзе. Вот наши тайтомы неравнодинами. Я вам показываю эти тайтомы. Плазменные структуры, теория практика, как мы их рассматриваем, с каких позиций. Позиций уже совсем другой термодинамики науки фундаментальной. О энергетических, о пространственных особенностях многих процессов. Неравнолесная термодинамика, вот последняя пригодом, главе Аднобелевской премии, что он получил. Ну, и это мало оказалось для того, чтобы познать живое. Потребовалась другая термодинамика. Ее называют анти-антропийная термодинамика жизни. Эта анти-антропийная термодинамика, на ней построена вся жизнь. То есть она борется против беспорядка, против хаоса, который стоит вокруг нас. Это надо понять. Вот. А такая критика строила. Это мы не понимаем, поэтому это лженаука, это там еще что-то не понимаем, поэтому... Что-то я говорю, там Нюшин ошибается и так далее. Я еще раз повторяю, не только Нюшин. Кобозев, протестер всей категорологической химии МГУ, недалеко от вас. Вот. Рядом еще, хотя его уже нет, но он был очень ярым сторонником и очень разумным сторонником, против которого никто не отважен за выступать очень активно. Даже и Феркерстейн знаменитый, который критиковал всех, кто пытался посекнуть на неравновешную термодинамику. Говорят, что это и есть. Живень тоже, неравновешную термодинамику. Вот. И меня критиковал, который без конца трудно. И то, его боялись, потому что он был знатком, по-моему, по-моему, квалификации. Теоретик. Я еще раз подчеркиваю. Теоретик. Он не занимался экспериментом, он должен только заниматься теорией. Эти теоретические выступления были и в успехах физических наук, и в трудах МГО опубликованных и так далее. Как чуть не знать вот эти все литературные и научные труды, и выступать потом по телевидению, и вводить в заблуждение народ, потребителя. То есть грамотного потребителя, научно-популяренного передачи. Мы должны внести людям в их духовную жизнь новые совершенно понятия. Ведь это мы должны были знать в последних достижениях тоже науки в области теории. В том числе и то, что делается в Казахстане. Ведь не случайно в Казахстане это делалось. Еще, как я уже в 100 раз в первой передаче говорил, о том, что это был еще 1969 год. Июнь как раз месяц. Вот это было тогда, когда первый симпозиум небольшой в СССР, официально утвержденный. Министерство высшего образования и науки тогда. То есть речь шла о том, что это все стало в самом высоком официальном уровне. А кто мы были? Мы только первые заявления сделали. Хотя, ну, 9 лет работали, 10 лет, 15 лет раз. И нас поддерживали такие тоже теоретические в области биологии. Академик Домбровский. Министерство высшего образования. Процесса, который когда-то является одним из основателей Казахстанского национального университета. Это биологическое образование. Вот о чем это говорит? Потому что нужно сначала изучить вопрос, а потом выступать. Критиковать. Мы очень любим критику. Я не буду кремить душой. Я люблю критику. Если она дает какие-то новые мысли потом, новые инвестиции. Потому что всегда есть сомнения такие, всякие какие-то. Ученый это всегда человек, который обладает здоровой самокритикой. Это надо помнить тоже. А у нас это почему-то, всегда если ученый сказал, что письмо 100% вот эта истина. Не бывает такого вообще. И не было никогда. И Ньютон ошибался. И Эйнштейн ошибался. Ошибаются все. И многие биологи там, знаменитые, называют там Мексиков, если взять там, значит, Мичуэрин. Вот те его не хотят слышать. Хотя он много разумного дал. Хотя он и был, так сказать, полуобразованный, с точки зрения высшего образования. Но он был знаток растений высшей категории, можно назвать это. И так далее. Я не хочу перечитать даже. То есть это тот котел, в котором варится вся истина будущего человечества. То есть человечество тянется к истине дальше и дальше. Она хочет занять на пространство. Она хочет владеть временем. И ничего там нету такого, как многие считают. И не надо это сказать, что у вас есть такой прибор, как спектрофотометр, который может одну молекулу определить по спектру. Но я знаю, что это и есть. Но точность – это еще не знание о, как бы, всего пространстве. Точность – это незнание о законах времени, о потоках времени, которые Козырев когда-то поднимал, эти проблемы тоже. То есть вместе с академиком Газначаевым Новосибирским и так далее. Все это нам известно. Поэтому нельзя так говорить, что вот какой-то один пришел, все разрушил и так далее. Это наш, можно так сказать, общий труд интеллектуальный. Как уж там мы через нас группа ученых. Или еще как-то, я не знаю. С точки зрения теории. Тут стояли такие диоретики, работали диоретики. Как обыдет по-тесту. Казина физической химии Московского государственного университета. Очень сложные уравнения, когда приходилось ему решать и так далее. И он пришел как раз к теме, к тому заключению, что жизнь – это все-таки особое явление, которое может являться антиэндопильным явлением и структурой вообще. И формулы, так сказать, расписал. Создал отличного рода математические аппараты. И всегда выступал за наши концепции. Концепции изоплазма, биоплазмы. Аплазменное тело, которое мы выступали, когда в МГУ и так далее. То же самое Миша, по-тесту. Отчетный процесс, более-менее, десяти различных заубежных университетов в Америке, в Англии, Британский пей, имеется ввиду, всегда с ней и так далее, и так далее. Вот, его чтили, очень он долго прожил. Я выступал в Дели, когда он очень зомысленно высказался о моем выступлении по поводу антиэндопильного подхода к пониманию жизни. И после этого мы еще беседовали несколько раз. Только мне еще раз приезжал, сам и лекции читал по этому поводу. То есть о чем это говорит? Он интересовался этим. Не только интересовался, но и читал все так далее. Путь познания жизни как явления. Особого явления нельзя сравнивать жизнь с какой-то техникой, с компьютером, с какими-то программами, с какой-то химией сложнейшей и так далее. Это все ошибочно с точки зрения теории. И вот почему я говорю, что все-таки, когда мы даем научно-популярную передачу, такую как чудо-техники, хотим сказать что-то, да, о том, что это что-то новое и так далее. Это не просто новое в смысле оригинальности каких-то построений технических. Это новое и с точки зрения часто бывают теории. Но тут сразу выступают противники. Они не хотят понимать теории. Им не хочется это вникать в теорию. Они говорят, что это все наука, что это все неправильно, что такого нет подхода и так далее, и так далее, и так далее. Даже не пытаясь разобраться в этом. А ведь мы же когда говорим о пространстве, времени, энергии. Вот это единство, оно оказывается в живом совсем другое имеет. Воплощение. Понимаете? Воплощение другое. И вот это надо понимать, ощущать. И почему в этих передачах мы участвуем по памяти воды и по пирамидальным этим структурам, которые мы строим сейчас. Почему? Потому что это дает нам новое совершенно направление в прогрессе человеческого познания мира. Люди не смогут жить только вот с техникой и все. Потому что уход жизни – это и уход всего технического и так далее, и так далее. То есть, речь что-то о том, что энтропийный наш мир, которым мы так привыкли им пользоваться. Учебники физики на них многие построены и так далее, и так далее. Техника на них построена. Но нам надо делать другой шаг. Шаг в укрепление, в вознесение новой высоты жизни, как и в линии. Потому что оно связано уже и с психи-проблемами, то есть проблемами общества. С психи-старными проблемами. Я не буду уже перечитать. Поэтому я еще раз хотел бы обратиться, что к телевидению, передачам типа «Чудо техники», что речь идет о том, что мы должны доносить самые современные представления. Причем не бояться критики, не бояться непонимания, а пытаться донести до наших будущих поколений вот те идеи, те маяки, которые ведут нас под другим тропом к новым высотам познаниям. Которые так необходимы человечеству. Особенно у нас 21 век. Понятно. Спасибо большое, Ефер Михайлович.